Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае стартовали выборы. В Центре общественного наблюдения рассказали, есть ли нарушения на участках. Могла пропасть с неизвестной женщиной. В Барнауле ищет 12-летнюю девочку. Следственный комитет завел уголовное дело. Сломали кузнецкий металл. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» впервые за 17 лет на родном льду участвует в чемпионате ВХЛ. Больше половины участников дистанционного электронного голосования в Алтайском крае сегодня уже проголосовали. Первый день выборов в регионе уже показал активную позицию жителей. Особенно интерес к новому для электората инструменту. Однако для воли изъявления у людей есть еще два дня. И главный выбор, который предстоит сделать жителям, касается губернаторского кресла. Как началась финишная прямая этой избирательной кампании, узнавала наша съемочная группа. 111 819 человек. Столько жителей края подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и больше половины уже отдали свой голос. Новый для алтайского электората инструмент объяснимо привлек к себе повышенный интерес. По словам председателя избиркома края Ирины Акимовой, большинство вопросов в региональный центр ЦИК перед выборами было посвящено именно работе ДЭГа. 24 из 38 вопросов поступили по новинке, которая на территории Алтайского края в этом году применяется. Дистанционное электронное голосование. Услышал, узнал, как мне попробовать. Или зашел на свою учетную запись, но пока что-то какие-то сложности испытал. Практически ни одного вопроса, связанного с теми или иными моментами правонарушающего характера не поступило. Все наши выборы открыты, легитимны, что нарушений практически нет. Скорее, они больше уносят какие-то технические характеры и незначительные. Но никаких проблем с волей с явлением наших избирателей не происходит. Главный выбор, который предстоит сделать алтайским жителям, определить будущего губернатора Алтайского края. Среди наиболее крупных кампаний муниципального уровня – голосование за депутатов в Косихинском и Красногорском районах. 17 из 16 мандатов соответственно. Основным днем голосования, как всегда, станет воскресенье. Но на участках уже фиксируют активность жителей. Правда, касается это взрослого населения. Я таких молодых людей не видел, как увидел старушку, которая бежит почти вперед. Она забыла паспорт, вернулась и побежала снова к избирательному участку. Вот этому надо, наверное, и нашей молодежи учиться, насколько люди заинтересованы. Всего за эти дни отдать свой голос должны почти миллион 800 тысяч человек. Третий из них – жители краевой столицы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. Уже третий год подряд он располагается в центре краевой столицы на базе Союза армян. Подробнее о работе штаба в материале Валентина Аскеровой. Все избирательные точки в одной локации. Камеры видеонаблюдения позволяют в режиме онлайн наблюдать за всеми участками Алтайского края и пристально следить за ходом голосования. Смотреть, все ли работает согласно правилам и нет ли нарушений. На момент обеда сегодняшнего дня серьезных погрешностей специалисты не обнаружили. В этом году незначительные нарушения, которые очень быстро устранялись. То, что касаемо камеры, то есть, скажем, например, в каких-то участках по краю, там Бесье, Бруксовские камеры, ну, не там, не туда смотрели. То есть, под камеру должно быть видно сейф, значит, урны. Мы звоним, камера смотрит не туда. Видимо, при монтаже, как бы, но не рассчитывали, так как они сами эту камеру не видят. И где-то буквально в течение там пару минут все это исправляется, мы все увидим. В штабе мониторят и социальные сети. Студенты отслеживают новости о выборах и проверяют их на фейки. Специалисты центра отслеживают сообщения, которые появляются в социальных сетях, ну, по каким-то другим источникам, да, и мы оцениваем, есть ли действительно нарушение или нет. Общественный штаб призван обеспечить максимальную прозрачность процедуры голосования и не допустить нарушения прав избирателей. Штаб объективен, беспристрастен и независим. Его задача – обеспечить законность избирательного процесса, прав кандидатов, политических партий и, самое интересное, даже избирательных комиссий. Потому что мы боремся в том числе с фейками и провокациями. Штаб расположен по адресу проспект Ленина, 54, на первом этаже. Вход свободный. Любой желающий может прийти и понаблюдать за ходом голосования. Работает также телефон горячей линии, куда можно звонить, высказывать свои пожелания и задавать интересующие вопросы. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В мэрии обсудили готовность к зиме. Многоквартирные дома готовы к отопительному сезону почти на 83%. По крайней мере, соответствующие акты получили почти 2,5 тысячи домов, сообщил председатель комитета ЖКХ города. Полностью готовы к зиме все барнаульские школы. На финальной стадии подготовки учреждение дополнительного образования готово 34 из 35. Акты готовности получили также 137 больниц из 144. В Барнауле идут поиски пропавшей 12-летней девочки. 7 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении. По факту исчезновения ребенка следователи завели уголовное дело. Алина Канцерова была одета в вязаную кофту, сверху темно-синяя куртка, черные брюки и туфли. При себе у девочки была сумка-шопер с учебниками 6 класса. Последний раз ее видели возле магазина «Магнит» на Комсомольском 86. Помимо волонтеров, к поиску присоединились студенты 1-го и 2-го курса БЮИ. Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, об этом можно сообщить по телефону, который вы видите на своих экранах. Ежегодно около 100 человек в Алтайском крае остро нуждаются в пересадке костного мозга. По всей России таких людей в разы больше. Привлечь внимание жителей страны к этой проблеме и пополнить федеральные регистры доноров. Такие задачи стоят перед организаторами Всероссийского марафона донорства костного мозга «Давай, вступай». Марафон стартовал 1 сентября в городе Улан-Удэ и пройдет в 72 городах России. Как прошел барнаульский марафон, далее в сюжете. Всероссийский марафон донорства костного мозга «Давай, вступай» пришел в Барнаул. Сегодня сотни жителей города вступили в ряды доноров. Первый раз, когда нам сказали, что есть такая возможность стать возможным донором костного мозга, не раздумывая, сразу решил пойти. Почему бы и нет. Возможно, если я кому-то помогу, для меня это будет какой-то своей личной победой. Прежде всего это спасет пациентов с онкозаболеваниями крови, острые лейкозы, лимфомы. В настоящее время, вот за 23 год уже получили пересадку 19 человек, из них 12 взрослых, остальные дети. Конечно, нуждающихся на порядке выше. Я могу смело сказать, что это как минимум 100 человек в Алтайском крае, которые нуждаются остро в данной процедуре. Некоторые из них будут нуждаться в ближайшее время. То есть для них это вопрос жизни и смерти. 100 человек ежегодно, и родственники не всегда могут быть донорами. Процедура подбора – работа серьезная. Поэтому год назад был создан федеральный регистр костного мозга. Сегодня в нем 205 тысяч человек, однако необходимо не менее 500 тысяч. Записаться в ряды доноров костного мозга может любой желающий. Прийти в центр крови, заполнить анкету, сдать 3 мл крови и стать потенциальным спасателем чьей-то жизни. Кстати, специалисты центра крови развеяли миф о страшной процедуре забора. Процедура на самом деле на сегодняшний день очень простая и совершенно безболезненная для донора. Это берется венозная кровь, это не делается никакая пункция костного мозга. Человека подключают к определенному аппарату, и через этот аппарат, значит, его циркулирует его кровь. То есть длится эта процедура около 4 часов. Предпочтительны доноры в возрасте от 18 до 45 лет. Важно, чтобы выбор был осознанным. Привлечь таких людей в 72 городах России – цель марафона донорства костного мозга «Давай вступай». Кстати, Артем Алискеров, амбассадор донорства костного мозга в каждом городе, пробегает 42-километровый мономарафон. Проект, да, действительно, инициатива наша с Артемом. Мы придумали ее, грубо говоря, в аэропорту на коленках в Шереметьево. Вот потом он оброс вот этот большой, приобрелшийся в селосийский масштаб. Мы стремимся, чтобы а – регистр был большой по численности, б – разнообразный по набору генотипа. Марафон донорства продлится 71 день, а завершится 10 ноября в Архангельске. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Почти на 15% в сравнении с 2019 годом увеличилось число клиентов фитнес-клубов Барнаула. 23-их руководители называют самым благоприятным годом в индустрии. Выбирающих здоровый образ жизни становится все больше. Кто эти люди, зачем они идут в залы и хватает ли профессионалов, чтобы клиенты получили желаемое? Об этом шла речь за круглым столом с экспертами фитнес-индустрии в рамках проекта «Время трендов» сибирской медиагруппы. Фитнес-центры все чаще выбирают зрелые люди. Средний возраст тех, кто сейчас приходит в залы – 37-39 лет. Это общероссийская статистика. И Барнаул не исключение. Люди хотят быть в тонусе и долго оставаться здоровыми. Во-первых, демографическая ситуация. То есть молодежи просто физически меньше. Во-вторых, сознание работы, здоровье, оно приходит чуть позже. Ну не в 20 лет, а не в 25. И даже не в 30. Я хочу здоровья. Я хочу хорошее самочувствие. Я хочу ресурсное, энергичное состояние. И я хочу измениться внешне. Чаще всего в залы идут за этими вещами. Но есть и другие. В фитнес-клубе можно не только провести время всей семьей. Причем каждый найдет то, что по душе именно ему. Но и познакомиться. Вот мне там, условно, кому там, не знаю, 30-35 лет, я куда пойду знакомиться? В ночной клуб? Ну, ту матч. На работе? Ну я его или ее знаю там 10 раз уже. То есть мне все прочитано, книга эта вся. На улице знакомиться? У нас, могу сказать, есть много созданных семейных пар среди клиенты. Сотрудники, 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 клиенты, клиенты. Это же еще и твой досуг. То есть ты проводишь время на тренировке. И тебе должно быть, помимо того, что результат какой-то, да, внешний или здоровье у тебя там появляется и так далее, укрепляется. Тебе должно быть в этот период, ну, просто комфортно, да. И каждому разные виды деятельности, да, разные виды активности более комфортны. Именно поэтому набирают популярность также студии танца. Да и в принципе клиентам готовы сейчас предложить почти все, что они пожелают, вплоть до метания ножей. Но эксперты не смогли уверенно сказать, что в наше непростое время люди выбирают для тренировки более агрессивные направления. Каждый человек справляется с этим по-разному. Кто-то расслабляется танцуя, кто-то занимается йогой, медитирует, стоит на гвоздях и тоже расслабляется. Кто-то поколотил грушу, попрыгал на джампингах и тоже расслабился. Поэтому вот здесь прогнозировать, какое из конкретных профильных направлений возьмет верх, ну, наверное, сложно. Одним из трендов времени эксперты назвали стремление выбрать профессионального тренера, которых, кстати, сейчас не так уж и много. Почему-то в последнее время в фитнес-клубах тренера не имеют ни звания, ни разряда. Они прошли какие-то курсы, берут за это деньги. И вот сейчас такая тенденция пошла. Люди приходят в фитнес-зал, я очень много раз видел это, и говорят, мы хотим персональную тренировку. Окей. А у вас какие тренера? За круглым столом обсудили возможности совместных обучений тренерского состава. А вот возможность тренеров утром давать занятия в одном клубе, а вечером в другом поддержали не все. Все-таки бренд фитнес-центра должен быть в приоритете. Из плюсов для клиентов эксперты отметили появление новых клубов, цифровизацию, есть масса приложений для спорта и цену, которую владельцы стараются держать, чтобы народ не ушел конкурентам. Ну а с выбором тренера человек должен определиться самостоятельно или по отзывам других. Главное – прийти в зал. Примерно 70% клиентов приходят, ну я просто хочу зал посмотреть. Я хочу зал посмотреть и позаниматься для себя. Я и так все знаю, в принципе я для себя. Ну и хорошо, дальше мы уже выявляем потребность, предлагаем какие-то варианты решения его глубоких проблем, о которых он даже не догадывается. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае продолжается развитие цифровой инфраструктуры. Так, благодаря региональной программе, к интернету уже подключено более 100 отдаленных сел. Одним из них стал Новотроицк в Тольменском районе. Там по этому поводу даже устроили праздник. Как местные жители восприняли новость о подключении ко всемирной сети и есть ли отличия между городским и сельским интернетом? Смотрите далее. Вот, процессор есть в компьютере. Такая викторина на знания составляющих компьютера – лишь малая часть развлечений на дне интернета в селе Новотроицк в Тольменском районе. Для жителей этой местности подключение к всемирной паутине действительно большой праздник. Договор с компанией подписала почти половина домов. Все у нас реализуется, все получается, но связи нет, интернета нет. То есть где-то на улице нужно выходить, куда-то высокое место искать. То есть мобильная связь до нас, к сожалению, не достала. Скорее всего, проблема в местности. Поблизости леса – высокие холмы, которые заглушают сигнал. Поэтому, чтобы отправить или получить сообщение, раньше нужно было буквально ловить его случайно. Особенно страдали школьники на дистанционном обучении. Ну ничего, потихоньку учились, вай-фай подключили, провели. То есть купили приставку небольшую и ловили момент, когда хорошая связь, делали уроки, загружали. А как часто этот момент был? В последнее время совсем плохо. Бывает ночью, бывает вечером. Теперь семье Анны не придется дополнительно тратиться на усилители сигнала. Уже к концу сентября им подключат интернет, который совершенно ничем не отличается от городского. Это точно такой же оптико-электронный канал связи, который приходит в многоквартирные дома. Точно так же ставится коммутационное устройство, от которого этот интернет уже приходит непосредственно в дом. Скорости те же самые, качество связи то же самое и оплата та же самая. Краевая программа по развитию цифровой инфраструктуры проводится с 2020 года. Подключение разбито на две категории, в зависимости от населения. До 300 и до 1000 человек. С малыми селами все проходит гладко, чего не скажешь о тех, что побольше. И вот возникала такая ниша между 1000 и 300 человеками населения, для которых нужно было принять какие-то отдельные решения, которые помогут завести все необходимые сервисы в эти населенные пункты. И поэтому там программа краевая, определяется партнер, для него есть свои инструменты поддержки. Проект будет продолжаться и дальше. До конца этого года подключат около 150 сел. А до 2030 года интернет появится во всех малых населенных пунктах региона. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» впервые за 17 лет на родном льду участвует в чемпионате ВХЛ. В соперниках – грозный металлург из Новокузнецка. На историческом противостоянии побывала наша съемочная группа. Дмитрий Дроздов расскажет, как алтайские парни сломали кузнецкий металл. 7 сентября. Эту дату любители алтайского хоккея запомнят надолго. Матч против Новокузнецкого металлурга поистине легендарен. Впервые за 17 лет в Барнаул возвращается большой хоккей. Чемпионат ВХЛ – это подэлита российского хоккея. Такого не было со времен мотора. Поэтому же аташь перед матчем был огромный. Еще за час до игры болельщики выстроились в длинные очереди. Причем противостояние было как на льду, так и на трибунах. Поддержать металлург приехала немалая армия болельщиков. Очень классно, что хоккей большой возвращается в наш город. Я вот смотрю, давно уже не помню, что столько людей. Искал парковочное место минут 20, чтобы возле дворца поставить машину. Поэтому думаю, что наши ребята хорошо сыграют, порадуют публику. Будем ждать победы. Наверное, это будет. У нас ничья, либо выиграет синяя. Металлург вперед! Что ждете от сегодняшнего поединка? Конечно, победы Металлурга. Победа будет за нами. С каким счетом? С счетом будет. Но мы выиграем. Аргентина и Ямайка 5-0. Всего первый матч сезона посетило почти 4000 человек. Рус ответственности на плечах варнаульцев был виден невооруженным взглядом. Игроки Металлурга с первых минут пытались взять нить игры в свои руки, раз за разом штурмуя ворота хозяев. Но выдержав этот начиск, Динамо Алтай в середине первого периода провели точечную атаку. Ее итогом стала заброшенная шайба. Александр Редков поднял алтайских болельщиков на ноги. Всегда приносит радость, наверное, набранные очки, голы тем более. Но это не важно на самом деле. Как бы важно, да? Но самое главное, на табло счет. Команда победила. И мы счастливы сегодня. А так Динамо Алтай забросило еще одну шайбу у ворота соперников. Казалось бы, 2-0, можно выдохнуть. Но с этим гости не согласились. Металлург довольно-таки быстро отыграл одну шайбу. И вот тогда алтайские болельщики достали валидол. Все дело психологии. Парни поверили. Хорошо, что забили первую шайбу. Дальше была непростая равная игра. Соперник очень мастеровитый. Ну, конечно, снимаем шляпу перед нашим голкипером. Да и, как я еще скажу, что все равно вся команда сегодня полосталась. И мы заработали своим трудом и желанием эту победу. Так, Динамо Алтай забросило еще две шайбы ворота Новокузнецкого Металлурга, установив на табло окончательный счет 4-1. Воротарь соперник шикарный матч провел. Сейчас посмотрел, кратко по статистике вроде так. Бросков очень много сделали, но не смогли его переиграть. Переиграть, да, он нас обыграл сегодня, скажем, откровенно. Ну, закономерный итог матча. И действительно, Металлург бросил по воротам Никитина 49 раз. Наш голкипер пропустил всего одну шайбу. Мощная игра нашего стража ворот. Следующую игру Динамо Алтай проведет вновь на своем льду 13 сентября. Против воскресенского химика. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Против воскресенского химика.